Финальный выпуск шестого сезона вокального конкурса «Голос». Дети вышел в эфир первого канала 26 апреля, однако до сих пор не утихают споры вокруг неожиданных итогов зрительского голосования. Как известно, с большим отрывом от своих соперников в конкурсе победила 10-летняя Микела Абрамова, дочь певицы Алсу. Однако многие зрители утверждают, что результаты могли быть подтасованы, слишком уж очевидна несправедливость принятого решения. Оказалось, что большинство пользователей сети поддерживают другого участника проекта, юного исполнителя из Казахстана Ежина Максима. Точка-поклонники голосует просмотрами и лайками на платформе YouTube за победу одаренного Ежина, которую, по мнению многих, у мальчика забрали нечестным образом. Ведь диаклип с его финальной песней даже собрал 2,6 миллиона просмотров, 108 тысяч лайков и всего 2,5 тысячи. Дизлайков. Финальное выступление Микелы Абрамовой с песней «Ты здесь» собрало 1,7 миллиона. В просмотрах – 6,9 тысяч лайков и 59 тысяч дизлайков. Как считают некоторые комментаторы, Ежин Максим одержал убедительную победу в интернете. Точка. А между тем, звезды шоу-бизнеса разделились на два противоположных лагеря. Одних возмущает очевидная несправедливость результатов конкурса, другие пытаются защитить дочке Витсиалсу от критики, которая на нее обрушилась. Актриса Мария Кожевникова рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что слышала, как Микела исполняет песни вживую, без микрофона и прочих технических приспособлений. Точка. Она – талантливая, трудолюбивая, 10-ти летняя девочка и точно не заслуживает ту брань, которую так щедро дарят взрослые, воспитанные, справедливые люди. Выбранный способ мщения ребенку топит на дно саму справедливость. Средство не оправдывает цель. Вопросы должны быть к организаторам, к системе голосования, в основе которой заложена субъективность зрителей, а не профессиональная оценка вокальных данных. Надеюсь, канал примет беспрецедентное решение – наградить и других уникальных детей. Вот такое у меня есть желание, и пусть оно сбудется. Минус заступилась за девочку-актриса. Точка. Я панируют тележурналисты Шаумин Рустам Солнцев. По его мнению, призывы прекратить травлю девочки, которые в последние дни звучат из уст многих звезд шоу-бизнеса, не пойдут Микеле на пользу. И заметались они, как белые крысы, на которых помаду тестируют. Я про этих звездных подружек Алсу. Которые начали в соцсетях объяснять, как вы вообще можете возмущаться. Ваше дело – хавать любой результат. Победила дочь Алсу. Минус значит, так оно и должно было случиться, минус высказывает женщины интересного возраста свое мнение. Это медвежья услуга, не надо этого делать. Кого вы собираетесь лечить? Людей. Минус так у нас каждый второй физиогномист, и по фотографиям Яна Абрамова он все сразу поймет. Минус прокомментировал Солнце в сложившуюся ситуацию. Точка «Оригинальный выход из затруднительного положения» предложил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, шоу «Голос». Дети необходимо разделить на две отдельные программы. Хотелось бы предложить Константину и Эрнсту сделать два шоу «Голос». Дети. Народ и «Голос». Дети. Деньги. В пример можно поставить шоу «Голос 60+,» когда пожилые люди соревновались только друг с другом, и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличны. В этом случае будет полностью исключено голосование за «Детей звезд» в «Народном голосе». А вот в «Голос». Дети. Деньги и «Звезды» смогут развернуться, как их душу угодно. Пусть активизируют свои фан-клубы и устраивают состязания по своим правилам, минус цитирует эксперты издания «Дни». Ру.